Приветствую вас, друзья! А вы когда-нибудь задумывались, почему практически все врачи, когда заполняют карточку пациента, используют латынь? Ведь можно же использовать родной язык, в нашем случае это русский, но нет. Возможно, кто-то из вас подумает, что это для того, чтобы пациент не смог прочитать, что же там этот хитрый доктор написал. Но это ложное убеждение. Причина использования латыни в медицине совершенно другая. Вот как раз мы на эту тему сегодня с вами и поговорим. Но сейчас мы начнем с самого начала зарождения этой традиции. Погнали! Латынь начали использовать очень и очень много лет назад. Оказывается, что еще в Древнем Египте уже вовсю использовали то, что и сейчас используют современные врачи. Древние целители очень хорошо понимали важность гигиены. Появились основы диетологии и протезирования. Изучалось анатомическое строение тела человека. Та медицина, которая нам всем известна, берет истоки от греческих целителей, в основе которых лежит опыт врачей Древнего Египта. Древняя Греция была очень сильна в плане медицины, так как там было множество подобных школ и медицинских направлений. Но многие скептики негативно относятся к греческой медицине, так как считают, что в то время человеческое тело было очень плохо изучено, а также многое подвергалось сомнениям. Время шло и древняя греческая медицина очень сильно менялась. Самые популярные учения, которые дошли до наших дней, это записи и труды таких деятелей, как Аристотеля, Гераклида, Демокрита и Гиппократа. Думаю, многие знают, что все врачи дают клятву, а она, в свою очередь, берет истоки именно с тех древних времен. В древнее время знания в плане медицины очень тесно шли бок о бок с религией и философией. Также в то время начали появляться первые больницы, а также появлялась первая практика проведения операций. Особенно знания медицины широко использовались на воинах, которые получали ранения в битвах. Уже тогда им налаживали на раны давящие повязки для того, чтобы остановить кровь. Кстати, и сейчас активно используется этот способ. А также раны обрабатывались специальными антисептиками того времени, чтобы предотвратить заражение крови. Изучались свойства сотен веществ природного происхождения, на основе которых готовились лекарства, мази и компрессы. Термины и обозначения, возникшие в Древнем Риме, дошли до наших времен практически в неизменном виде и используются современными врачами. Латинский язык способствовал становлению античной культуры и всей медицины в целом. Медицинская терминология, включающая в себя анатомическую, клиническую и фармакологическую, имеет обозначение на латинском языке. Студенты изучают анатомию, которая обязательно включает в себя знания о строении и части тела человека на латинском языке. Действующие вещества лекарств, болезни и состояния человека имеют название на латыни. Фармацевтам всех стран на латинском языке выписываются рецепты и назначения. Доминирование латыни в медицине как международного языка произошло благодаря ее неоспоримым преимуществам перед большинством национальных языков. Это прежде всего универсальность, лаконичность и структурирование слов, имеющих составную структуру. Каждый новый препарат или вновь обнаруженное клиническое состояние больного получает название на латинском языке. Латинский язык оказал огромное влияние не только на развитие медицины, но и на формирование большинства европейских языков. Несмотря на то, что классическая латынь сегодня практически не используется, она играет важную роль в системе гуманитарного образования. Латынь – это первый язык медицины, язык анатомии, единство терминологии. Врачи изучают его не для того, чтобы скрывать что-либо от больного, а чтобы понимали коллеги-врачи. Термин, написанный самым неразборчивым почерком, будет понятен всем. Если пациенту ни черта не понятно, пусть изучает латынь. Ни о каком конфликте с законом речи нет. В медицине, как в любой спецобласти профдеятельности, свои термины, понятия которых не вычеркнуть, которые наполняют язык, делают его емким, четким, острым, выделяя из обыденного поседневного. Друзья, на этом все, пока.